друзья дорогие всем приветствия приветствия всем на канале семьи савченко сегодняшнем влоге мы покажем вам один из дней нашей жизни сегодня мы берем интервью у алексея который расскажет что случилось с ним в дороге а случилась неприятность такая вот авария о которой мы сегодня вам и расскажем перемешку мы покажем и наше интервью и нашу жизнь оставайтесь с нами дорогие друзья всем привет сегодня мы решили записать для вас такое необычное интервью да все приветствия знаете мы давно не записывали час очки вдвоем чтобы так рядышком потому что в основном я с дороги и она дома все так пытаемся там как-то это все связать а сейчас я заехал домой несколько дней и запланирован мой приезд домой и мы можем немножечко записать но сейчас мы вам расскажем что такое случилось и друзья дорогие всем приветствия у меня не запланированная поездка домой вот я уже приехал сейчас на паркинге стою лидочка сейчас должна за мной подъехать будет и приехал домой а не потому что планировала потому что случилась небольшая авария и мой трак теперь не необходимо ремонтировать и так подумал что лучше ремонтироваться где-то рядом с домом ремонт более-менее серьезный вот на несколько дней может быть даже там недельку придется дома постоять да и поэтому чтобы в мотеле не сидеть вот я до дома доехал в сторону дома пустым приехал сюда без груза сегодня он запарковался на этом так стопе здесь он сидит там сидит уже на свой телефон снимает поэтому я уже не буду его здесь сейчас она случилась медленно она случилась авария в замедленном действии ты расскажи в каком-то штате был я бы в штате и штат индиана город индианаполис и я как обычно что-то не знаю там мясное что-то на его было жарко и я подъезжал компании впереди меня еще тракт я сзади его потихонечку мы подъехали к воротам воротам да в общем это там компания ворота траки траки спасибо лидочка но у меня в голове так перед воротами стоит трак лёша еще трак за мной ворота и чтобы заехать ворота там нужно позвонить когда приезжаешь к ворот к воротам то там значит есть телефон этот первый который ехал мужичок он проехал этот телефон и видать понял что гейт не откроется и он решил задом поехать чтобы телефон взять там такая будка специальном берешь телефон звонишь компании а можно было выйти его он можно он мог выйти просто пешком подойти там недалеко вот а он ехал видать не обратил внимание и что я сзади стою еще он по мне приближается три граду до меня двигается все я ему сигнали еще не могу сделать кроме тоже сигнал я хотел уже назад ехать но думаю точно ранее слышно повернулся в зеркало глядь а там сзади мне трак стоит другой но думаю если я задом сейчас поеду если я его толкну то я буду виноват и все он меня так прямо в передок мне и так настойчиво проломал да вжал туда прямо крепко а какое ощущение что на тебя вот едет такое ваше трейлер плохое это плохое ощущение что еще не можешь делать и так как то грустно потому что двигается кто-то ладно а в какой момент он заметил что он заметил когда он понял что дальше ему ехать ехать некуда потому что он ехал а я стою я стою на тормозах на этих и он не может меня столкнуть он весь понял что во что-то уперся а раз уперся значит он на разом запереживал и ну и когда он только чуть остановился я созветую выскочил на улицу махая руками засвистел и руками но все он вышел вперед посмотреть и но он видел какой он тебе причинил ущерб там на ну конечно видел он появитесь триллер и вмятина это все остальное он сказал простите не он ничего не говорил он не судал 100 долларов предложил он подошел до но сам откуда-то на 1 может быть этот афганистан откуда-то вот и он говорит one hundred dollars one hundred dollars я говорю да там 100 dollars но вообще составляет сделали там две с половиной тысячи этом он отдался не пульси дома пустым приехал сюда без груза для того чтобы отремонтироваться вот поэтому у меня двоякое чувство с одной стороны конечно радость потому что я уже соскучился по всем вот с другой стороны конечно никогда не запланированная приезд домой немножко бюджет и все остальное ну как бы двоякое чувство и как ремонт получится как все остальное да это как раз таки авария которой я говорил вам в меня трак врезался вернее задним ходом шел я на паркинге стоял и он меня вдавил сильно ну решетка может быть не проблема решетка как бы ее подправить молоточком подключать и можно ездить но он вдавил меня в радиатор и поэтому я ездить сейчас не могу придется ремонтироваться вот расчетчик мой а вот похоже лидочка едет а как говорится у нас двойная съемка двойная съемка привет привет родные так сейчас мы будем бегать вокруг лужу здесь большая лужа так ну что давай кто кого догонит кто кого догонит ну давай давай так а вот главная подружка а главная подружка быстро бегает привет а вот и мы скучала по мне чик хорошо ты быстро бегаешь молодец здесь лишь проблема то небольшая здесь как бы можно подбить его было а там он в тушу вдавил туда лидочка пришла это основной специалист она привезла с собой большой молоток будет делать это когда ты проверяешь трак перед тем как ехать в поездку вообще сделала помню а нужно сделать после маленькая я тебя уже менеджером могу брать свою компанию если будешь со мной ездить хорошая мысль ладненько привет я хоть на тебя посмотрю ну а правда только трак какой-то там грязный давай лучше нам на фоне моего тракта на тебя посмотрю а вот эта лидочка она верная жена дождалась мужа с работы ты не плакала чуть-чуть плакала ты моя маленькая девочка переживала за меня до пеньки спасибо мы заехали в компанию потому что сзади меня уже там и линия целая стояла траки стояли и счетом полицию вызывать игру я говорю поедем вовнутрь там уже он будет хорошо мы заехали вовнутрь и он к своему даку встал я к своему сфотографировал естественно я когда уже встали в дак уже все он там сам разгружается я сам я и открыл сми у меня там пар идет он потому что этим выдавил и и туда выходит видать фреон и все остальное я начали думал что радиатор пробил но не радиатор а вот именно эту штуку да я к нему пошел и хотел пофотографировать его трейлер ну так все не сразу попозже приехала полиция но он говорит не фотографирует с игру как твое имя говорю может быть иншуринс компания или еще что-нибудь а он говорит нет ничего тебе не дам как полиция приедет все все данные тебе дам но я хорошо ладно раз полиция полиция так думаю он так еще агрессивно я думал сейчас на счетом руками махать или еще что то но думаю раз он ждет сам полицию и как бы так не внушительно пообещал но я пошел к своему траку делаю несколько шагов к своему траку поворачиваюсь что-то так меня на сердце повернулся поворачиваюсь он же разгрузился пустой уже был вот а я чердаке стою и смотрю он едет поехал я вас компании пошел и я начали за ним побежал ну то куда он убегает а я не сделал его ни данные ничего ничего мне не дал не не дал мне общение я через за ним побежал он смотрю я трак не догоню я думаю все даже догоню что я сделаю вот потому что ну чё я трак ездит а я что-то буду за него цепляться и висеть я в компанию побежал в этот где шиппин ресивен офис я забежал туда говорю так и так там случилось accident и так уезжает говорю это вы закройте гейт они это мы не можем закрыть уже внутри когда выезжать сам автоматически открывается сбежал мужичок не знаю почему ехала только через два часа попозже приехала полиция да полицейский очень удивился что он убежал до чего это он уехал и уехал и и он и и и и Какой? Такой. Рина. О, спасибо. Это одна с Дженом, да? У тебя цветочек одна с Дженом. А вам поцелуйчики. Спасибо. Хорошо, что папа высокий. Теперь можно видеть сверху. Что мы выберем с тобой? Ничего себе толстого МММ. МММ. Тебе нравится? Да. Я вначале сильно расстроился, потому что я так как-то аж в сердце плохо думаю. Ну как это? Я никаких данных не взял. Я даже не запомнил. Я настолько волновался. Я даже... Я помню, что Вольво такая какая-то кофейного цвета. Ну не новая, я такого старой модели. Вот. И больше ничего не помню. Настолько волновался видать, что я не запомнил. Ну лицо мужичка запомнил. Он постарше меня, наверное, лет на 15-20. Такой уже в элитах. Вот. Но он такой был немножко агрессивный. Да. Я думал, я вообще ничего не запомнил. Даже как компания. Кто, что, чего, как. Ну и теперь что делать? Откуда взять имя и всё? У этого человека? Ну я в компанию пошёл в эту. Я говорю, ребят, если можете, выручите, пожалуйста. А у них же есть security-камеры эти. И всё. И они нашли кое-какие данные, кое-какую информацию. Полиция приехала, я им дал всё. Ну примерно так. У меня condition, конечно, всё. Ушёл и там жара больше 100 градусов. Такая духота. Вот я два дня там просто всё. И решил поехать домой, чтобы там где-то в дороге не ремонтироваться, там неделю не стоять. И приехал домой. И, как говорится... И мы все рады. И мы все рады, да, как говорится. И так вот. Да. Да, теперь уже со страховкой там разбираться. Ну, трак подремонтирую пару деньков и я поеду. Да. Поэтому, ничего, страховочка. Ну, надеюсь, выплатят всё там хотя бы все эти ремонты. Да и потихоньку. Здесь, конечно, хорошо, когда... Я вообще, вообще, плохо, что у нас на сайте нет возможности комментарии писать. Вот. Вообще, я, конечно, бы это дело немножко изучил и, может быть, даже, ну, как в таких ситуациях вести себя. Имел ли я право сфотографировать его номер трака. Он прыгал возле трака, он просто не давал, он не подпускал меня к траку. А он говорит, отойди, иди к своему траку, вот полиция приедет, тогда только бы такой. И он не так мне говорил, а он прямо аж лицо такое было да у него. Ну, ничего, жизнь, жизнь продолжается. Просто я даже не знаю, что... Это важно, конечно, и для тракистов, и для других просто знать какие-то свои, как сказать, права. Я права. В таких ситуациях что можно делать, что нельзя? Ну, в страховой компании мне сказали, что можно было фотографировать его на дверной этот сайт. Ну, оказывается, можно, да? И лисенс плейт, ну, номер на траке. Можно было. Да, можно было. А я просто не знал. Ну, может быть, я бы и сфоткал бы уже, так сказать, немножко там как бы из-под тишка, если бы он как бы меня не удостоверил, что дождемся полиции. И при полиции, типа, я все буду делать, когда полиция... Ну, думаю, раз человек так настроен, думаю, пускай. В следующем влоге мы продолжим наше интервью и наш рассказ и покажем несколько событий, которые были, пока папа Леша был дома. Приходите к нам еще, подписывайтесь на наш канал, приглашайте ваших друзей. И сейчас мы поставим большую выдержку из песни, которую пели наши детки, а потом еще покажем немножко наш влог. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вот такая у нас красота сегодня вечером. Река уже немножко холодная, а воздух прямо очень теплый. И поэтому река, вот она туманом покрыта. ПЕСНЯ Сейчас уже вечер, солнышко садится, и Вова здесь тоже снимает, что там фотографии делает. ПЕСНЯ 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 Ага, красиво очень, да? Такой туман. Красивая речушка такая. ПЕСНЯ Как ты живь на свете без любви. Без любви святой, не зная Бога. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok